шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельных главах торы ахарай мод кедушин в первой главе дорогие друзья ахарай мод излагаются правила священнослужения в храме в йом кипур и заключительная часть этой главы содержит указания относительно запрещенных половых связь глава кедушин же содержит пятьдесят одну заповедь и начинается она предписание будьте святы ибо я свят господь ваш бог содержащиеся в главе заповеди охватывают как обязанности человеком перед богом то есть запреты например поклоняться идолам носить одежду и смесью шерсти или лина есть плоды с дерева в течение первых трех лет его жизни гадать и заниматься магии предписание соблюдать субботу и так далее такие обязанности дорогие друзья человека перед человеком бейн адам лиха вера которая называется так на иврите человек обязан почитать родителей оставлять не сжатым край поля и не подбирать колоссе упавший на землю во время жатвы ради бедняков не красть и не лгать не злословить и не сплетничать не мстить и не питать ненависти быть честным в мире весов и емкостей судить о поступках другого человека позитивно ища им позитивное а не негативное объяснение любить ближнего как самого себя дорогие друзья отдавать плату наемному работнику до наступления ночи помочь другому в опасной ситуации если это в наших руках на конечно же уважительно относиться к пожилым людям в каждом рассказе торе дорогие друзья содержится урок имеющие отношения ко всем нам в чем же заключается универсальная значимость истории надава и авигу который излагается в первой части и как нам стать святыми тема второй главы давайте разберемся дорогие друзья начнем мы с вами с того что в жизни каждого из нас бывают моменты когда в нас пробуждается стремление к сильным религиозным переживаниям особенно это во время субботы шаббата и праздника в 10 дней раскаяния и более всего конечно же в емкий пур на время как бы мы вырываемся из повседневной рутины ежедневных забот и внутренние поднимается выше границ собственного разума именно в эти дни дорогие друзья мы должны помнить о том что какие бы переживания нас не ожидали мы должны возвращаясь к повседневной жизни дорогие друзья принести с собой этот священный трепет в наш мир мы должны стремиться блаженству не ради себя а ради последующего возвращения религиозное переживание дорогие друзья не должно стать воспоминанием оно должно приводить в движение всю нашу жизнь стать связующим звеном так сказать эта связь между тем как человек входит и покидает сферу святости относится не только к служению всевышнему но и ко всему материальному миру конечно же потому что все что нас или для нас окружает материальное духовное приходит нам прямо от бога если по установлением моим будете вы поступать и по заповедям моим ходить то дам я вам дожди во время и земля даст вам урожай свой в экран 2634 только через связь со всевышним дорогие друзья человек получает все что ему нужно тот кто говорит мне будет хорошо если я стану поступать по зову своего сердца всегда в конечном итоге ошибается перерассмотрение 2 читаемой нами на этой неделе главы к душим мы замечаем что в ней встречается многие заповеди упоминающиеся также и в других местах тор кроме того эта глава часто сравнивается с десятью заповедями которые действительно повторяются в ней но правда уже в другой последовательности надо отметить примечателен также тот факт дорогие друзья что кроме обсуждающихся здесь 10 заповедей которые являются фундаментом в иудаизме в главе также затрагивается такие вопросы как например этика пример этого может служить заповедь оставлять край поля с которого урожай не снимают оставляют ее для бедняков вайкра 19 9 оставление земледельцам этого края на иврите пая высоко оценивается нашими мудрецами надо отметить в первое мишне например одноименного трактата талмуда п.а. в нем это действие наряду с другими как гмелут хасадим то есть совершение добрых дел усилия которые следует затратить на помощь ближнему определяется как не имеющие никаких ограничений вследствие того что рамки поведения описаны в этой главе дорогие друзья является опорными точками нашего образа мышления тот факт что эта глава находится в середине во икра 3 из книги муж и также заслуживает особого внимания она представляет собой как бы центр тор но учим из этого что с помощью правильного выполнения заповеди человек может приблизиться ко всевышним что как раз и является целью мироздания в книге дэриц хм путь творца написано что человек должен стараться подниматься на такой духовный уровень в своем физическом развитии чтобы душа и тело представляли одно целое и таким образом он сможет приблизиться к творцу объяснение заключается в самом слове кадош кроме всего обычного значения святой как мы его переводим земля освященный у него есть еще одно значение отделенный нам следует стоять обособлено как и сам всевышний в нашем мире происходит сожалению очень много зла и всевышний хотя он присутствует во всем мире но в то же время и отдален от него наши мудрецы объясняют что зло это отсутствие божественного добра также и мы должны сторониться всего плохого в этом мире и эта глава показывает нам как этого достичь каждый человек должен стремиться к большей святости независимо от своего духовного уровня и степени продвижения в нашей религии объяснение этому кроется в заключительных словах ибо свят я всевышний бог ваш поскольку источником святости является сам творец и к каждому из нас относится слово сказано еще в египте сын мой первенец мой израиль каждый из нас может и должен претендовать на особую святость по праву первенца этого дорогие друзья нам всем и желаю браха вас лаха будьте здоровы и счастливы всяческих благ шаббат шалом ваш раввин каплан